В управлении Федеральной службы судебных приставов по Крачево-Черкесии подвели итоги первого этапа конкурса студенческих научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности органов принудительного исполнения. Ахмат Халкевичев подробнее. Конкурс организован во взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Российской правовой Академии Министерства юстиции. Эта площадка уже давно стала традиционной для особо пытливой и одаренной молодежи со всей страны, обучающейся в правильных вузах. В рамках 13-го уже по счету конкурса были представлены научные работы студентов за 2021-2022 учебные годы. Цель состязаний – повышение уровня правосознания и правовой культуры среди будущих юристов. Как поведал научный руководитель победителей из числа студентов Крачево-Черкесского филиала МФПУ «Сэнергия» Масалем Салпагаров, у них был и внутривузовский этап, чтобы отобрать наиболее подготовленных студентов. Мы проводили отбор и выбрали лучших среди студентов. То есть первоначально среди студентов тоже выбрали, провели конкурс. И только после этого мы отправили работы наших двух претендентов на участие в дальнейшем конкурсе. Конкурс был не только интересным, но и весьма познавательным. Делятся студенты-победители. Участие в конкурсе помимо ориентации на отличный результат в исследовательской деятельности еще и стимулирует качественный профессиональный рост. Резюмируют они. Направление моей работы было «История развития и в современном мире Федеральной службы судебных приставов». Выбрал я эту тему, потому что считаю, что на данный момент эта тема актуальна. Я учусь по специальности правоохранительной деятельности. В дальнейшем буду работать в Федеральной службе судебных приставов, если получится. Конкурс был увлекательный. Он был связан, честно, с нашей будущей профессией. При представлении презентации моего проекта о проблемах исполнительного производства. Они были связаны с разными ресурсами. Все были заинтересованы. Одно из основных направлений любого вуза – развитие студенческой науки. Ну а подобные конкурсы являются отличной возможностью для обучающихся, где они могут в полной мере проверить себя, свои знания в направлении научной деятельности, отметила директор юридического института Северокавказской государственной академии Марта Богатырева. Конкурентная среда, она всегда позволяет выявить лучших, аккумулировать все свои силы, мобилизовать их и проявить все свои самые лучшие способности. То есть, в том числе, обучающиеся и в этом смысле себя пробуют и свои силы, в том числе и в плане стрессоустойчивости, и психологической устойчивости. Поэтому, да, конкуренция была, но побеждает сильнейший. Лучшими в своих номинациях, по мнению экспертов конкурса, также признана работа студенток юридического института Северокавказской государственной академии Анисат Чучаевая и Амина Чумаевая. У Анисат изыскания были на тему служебной этики в номинации «Противодействие коррупции в системе государственной службы». Ну а у Аминат научная работа посвящена теме похищения детей. Номинация «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства». Тему своей работы я выбрала из-за того, что она звучит как этика судебного пристава, так как профессиональные навыки, этические знания для любого сотрудника, не только службы судебных приставов, а также других должностей и служб, так как для юриста в целом этика – это, наверное, одно из самых важных качеств и знаний. То есть он должен быть образованным, он должен быть этически образованным, то есть у него должны быть свои какие-то нравственные качества, которыми он руководствуется по жизни. Моя работа была связана именно с защитой детей. Это одна из огромнейших и важных проблем всего мира, особенно моя тема была затронута на международном уровне. И данная проблема требует очень много решений, потому что очень много вопросов, которых не разрешены. Но в данной статье я попыталась как-то раскрыть и решить те самые проблемы, которые были зафиксированы в ГААКской конвенции. Научные работы всех четверых победителей регионального этапа из Карачаево-Черкесии прошли на федеральный уровень конкурса, который состоится осенью. Ахмат Фалкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.